Вся не была наша победа, в традиции, в комментариях в матчу и врача, в ее возможности. Напряженная игра против принципиального соперника. Понятно, что после счета нам пришлось отыгрываться. Это всегда непросто. Если брать само качество игры, то в принципе здесь, я думаю, довольны абсолютно тем, как игровала команда, создавала большое количество моментов. Минус только того, что не смогли забить, реализовать созданные нами моменты в первом тайме. И во втором, для того, чтобы более спокойно закончить игру. Но так, по сути, я думаю, абсолютно справедливый итог. Я думаю, ребята заслужили сегодня победой с своей игрой, непростом матча против хорошего соперника. Поэтому этот шаг сделали. Мы готовимся к девятому шагу, который будет уже через два года. Спортэкспресс 1-й ряд. Здравствуйте, Сергей Богданович. Первый тайм у меня было много обученных моментов, как вы сами сказали. Что вы сказали команде в перерыве? Что вы измерили? Ну, невозможно ничего сказать для того, чтобы исправить ситуацию с реализацией моментов. Конечно, нужно было продолжать играть, стараться так же активно, апрессивно, создавать моменты. И рано или поздно, рано или поздно, мы должны были забить, что мы, в принципе, сделали первый мяч, второй мяч очень хороший. Ну, это первым таймингом Андрея, таких нескольких моментов. Он с трех с четырех один забил, это неплохо. Поэтому, что касается по игрокам, ну, кто-то после трампа возвращается немножко, не хватает игрового тонуса, где-то реализация, где-то сила в втором тайминге уже заканчивалась у кого-то. Поэтому, сложное, тяжелое, но, еще раз повторюсь, волевые победы они едва не приятны. Пожалуйста, спорт из класса, затем спорный за ним. Стивянович, чего ждали вы сегодня на «Спартака», к какому плану их игры готовились? И, на ваш взгляд, в чем прибавил «Спартак» за два месяца, чтобы расшелись в руку? Ну, сегодня, конечно, у «Спартака» запредельная мотивация была, что касается самой игры, то, как и большинство матчей в чемпионате, у наших соперников ждал наши ошибки и возможность убежать в быструю контратаку, за исключением вот этого градуса принципиальных соперников. И быстрых атак, в принципе, сегодня, думаю, сложно было, что-то на что-то еще обратить. Пожалуйста, спорт из-за днем, зачем он там? Сергей Богданович, можете, пожалуйста, подробнее рассказать, какой устроили план на игру и не было ли волнений из-за того, что «Спартак» реализовал, по сути, один гривой момент, а у вас один, второй, третий, и как не получалось это? Ну, это футбол. Посмотрите, там, Бавария играет в чемпионате Германии. Ну, в Миндослиге тоже самое, по 20 ударов, по 22, а счет 1-1. Уже две ничейные игры при подавляющем преимуществе. Поэтому, зато, наверное, все болельщики любят футбол, что, независимо, как играет одна команда, вторая, выигрывает тот, кто забивает. Вот и все. Что мы можем сделать? Ну, так сложно. Вот вся игра. В каких играх будет предостаточно. А наша задача делать максимум на каждый день, для того, чтобы цель, которая перед нами стоит, идти небольшими шагами вперед, думать только о том, в чем мы можем прибавить, что делать для того, чтобы мы расследовались вперед и выиграли соответственно. Сергей Богданович, здравствуйте. Я поздравляю вас с победой. Меня зовут Денис Дорохов. Я владелец футбольного клуба «10». Мы в этом сезоне будем играть в «Винлайн» медиалига. Посоветуйте, как доминировать столько лет в футболе. Пригласить хорошего тренера для начала. Рассматривайтесь, конечно, почему нет. Вы знаете, работа тренера сегодня ты востребован, завтра уже нет. Я надеюсь, что у меня чуть-чуть позже будет, не завтра. Так нет, футбольный клуб «10» это повышение будет. Вот, вот, я сомневаюсь, конечно. По мастерству и ноша имеется в виду. Спасибо. Пригласайте. Пожалуйста. Мы будем следить, переживать, чтобы у вас все получилось. Спасибо большое. Взаимно. Спасибо. Добрый вечер. С победой вас, Савадаш Владимир, Московская правда. Если можно, два коротких вопроса. Первый. Ожидали ли вы, что «Спартак» отдаст мяч и инициативу полностью, особенно в первом тайме? И второй по Киржакову. Учитывая то, что он два раза шикарно сыграл во втором тайме, не будете больше рассматривать ротацию в ротаре? Спасибо. Ну, касаемо ротации будем смотреть. И не зря Миша сейчас играет в стартом составе. Потому что на сегодняшний день действует надежно. Что еще раз я сегодня доказал по поводу ротации. Посмотрим. Будут, конечно, и с кубковым матчей, и с выездным. И через два дня на третий, конечно, это недостаточно, чтобы команда полностью остановилась. Нужно давать кому-то больше, меньше времени. Поэтому, как касается Миши, по поводу первого тайма, ну да, я думаю, что ждали более активной игры. Учитывая, наверное, состояние. И эмоциональное состояние «Спартака». Потому что они сейчас на ходу думали, что они больше будут пессингировать, больше идти вперед. Ну, опять же, я не знаю, установка какая была. Повторю, что на сегодняшний день, на мой взгляд, у «Спартака» самое сильное качество, как раз быстрая атака. Собори хорошо цепляется. Промес сейчас на ходу. Им не используют свои лучшие качества. И это получается мне хорошо. Потому что контра, да, действительно очень опасно. И я хочу дальше сделать комплимент нашей обороны, что не так много сегодня позволили сделать. Спасибо. Сергей, приветствую. С победой. Ну, когда сегодня ты сказал, что «Спартака» будет сверхмотивированный, я скажу так, что такого «Зенита» мотивированного я не видел здесь давно. Скажи, заставить бразильцев играть в такой интенсивный футбол, это может тренер, как говорится, любовь к тренеру, или двойные премиальные. Поверьте мне, что деньги или премиальные никогда не заставят вас играть лучше, чем вы умеете. Это 100%. Что касается заставить кого-то, не заставить, не надо никого заставить. Каждый должен выполнять свою работу. Тренер, тренировать, игроки, играть. Играть хорошо для того, чтобы радоваться игрой болельщиков. Что они делают, и за это им огромное спасибо. Пожалуй, последний вопрос. Здравствуйте. Сергей Борисович, вот вы выпустили Мостового, он четыре раза откачивал карантами Денисова, откачал, забил, потом Денисов ушел, и тут же ушел Мостоволь. Это случайность, или вы специально выпускали Андрея от Денисова? Или так получилось? Нет, то, что он, как же ему предположить, будет. Ну, вернее, предположить того, но уверен, что будет они как Денисов или Фусевич на этом флаге. Не знаю, как на сегодняшний день Андрей смотрится очень прилично. Хорошую форму он набрал. И сегодня еще раз доказал, я думаю, чуть-чуть хромает реализация, но в остальном он игрок атакующий, а замена связана с тем, что, естественно, что там нужно уже и Паудинию для нас важный игрок, чтобы он набирал игровые кондиции, игровую форму. Это раз, Андрей Паудиния играет более внимательно в обороне, что при таком счете в нашу пользу тоже был важный момент. Плюс освежить игру, естественно, не так просто провести весь матч с хорошей интенсивностью, что сегодня будет, на мой взгляд, неплохо. Коллеги, спасибо. Хорошая речь. Спасибо большое. Спасибо.